Итак, друзья мои, сегодня у нас уникальное служение, а то, о чем мы молимся, Бог отвечает, я под впечатлением вчерашнего дня, вы даже не представляете, что здесь происходило, кто вчера сидел на том месте, где ты сидишь сегодня, ты даже сам себе не представляешь, а мы сегодня это увидим. Вчера была первая репетиция, где мы вместе совмещали вот этот материал будущего проекта, когда на сцене был Энджи Бэнд, а там симфонический оркестр, и я был восхищен. Но этот дирижер, он через себя пропускает, харизмат настоящий, каждую строчку, каждую фразу, он этому хору объясняет. Это когда вот отсюда, когда к Иисусу прикоснулась, еще такая малость, его должны ощущать. Боже мой, как много евангелистов у нас на творческой площадке. До этого я был восхищен Олегом, нашим главным режиссером, который объясняет актерам, как лучше подойти, чтобы глаза свекали. Я думал, Боже, так вот это и есть евангелизация и просвещение в сфере шоу-бизнеса. Я уже молчу про исполнителей. Подходит тот, который исполняет роль Иисуса Христа. Валтер говорит, слушай, когда женщина прикоснулась, она прикоснулась к Богу или к человеку. Как мне ощущать или визуализировать этот контакт? Видишь ли, что здесь и то, и другое? Потому что Бог явился во плоти. И Христос, как Сын Божий, Он был вот в нашем теле. И знал, что такое сон, что такое голод. И когда его били, Он знал, что такое боль. Просто внутри Бог. А вот Бог явился во плоти. И прикосновения, они могут быть разные. Когда просто прохожие идут, или пассажиры там в трамвае вот так задели. Это одно. А когда твой любимый человек, который обожает тебя. Давайте согласимся. Прикосновение влюбленных отличается от официального рукопожатия. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. В первом случае, внутри все играет, взрывается и будоражится. А официальное прикосновение. Оно ничего не произносит. Так вот Иисус ощутил как раз вот это прикосновение. Он говорит, я понял. Мне так приятно, друзья, что в Евангелии, оно начинает сейчас преломляться. Уже не просто формат привычной проповеди. А когда это слово становится плотью. Каждый, кто выходил сюда, понимая, что каждому музыканту было написано ноты. Я выражаю огромную благодарность нашему музыкальному директору, Петру, который всю эту кухню держит. В своих руках это шеф-повар вот этой творческой кухни. Все к нему обращаются. И скрипачи, и хористы, и все музыканти. Боже, спасибо Тебе, что Ты подарил нам вот такое талантище. Давайте поаплодируем. Это вообще нереально. Когда такие профессионалы с технической стороны из Англии приехали профессионалы, которые работают на площадке Марвел, которые знают, что такое съемки не понаслышке. И не просто с позиции, ну, давайте на мобильник снимем. Там такой профессионализм. Я уже молчу о том, что главные роли выполняют эти уже наши дети. Татьяна, которая вот исполняет эту роль. Она уже и в такую роль. И в такую. Она входит уже так, что... Говорит, быстрее бы это закончилось. Ну, потому что, когда ты больного человека играешь, ты целый год, я думаю, что ей не играть пришлось, а жить 12 лет. Ну, разве это мало? Как она отдаётся? А из-за того, что актёр не... Но так, как актёрс... Пает... Недзиад... То... Свою младшую систру... Саву яунаку масу... Азвучивает... Ацканьо... Мария. Понимаете, как вот всё пригодится, а? Таланты различные, дары различные. Мы сейчас посмотрим... Ваше внимание, я хочу представить просто... Отголоски и дыхание вот этого проекта. И вы просто представьте на секунду, что будет там, на Кипселе происходить. Когда здесь аж дыхание замирает. И сюжет, друзья... Это Евангелие. Оно всегда вечно. Небо и земля пройдут. А Слово Божье... Оно всегда будет актуальным. Оно всегда будет злободневным. Оно будет всегда... Самым-самым... Необходимо для сегодняшнего... Проживания на этой земле. Я благодарю Бога за всех технических работников. В 9 часов утра! Вы можете себе представить? Вчера! Выходной день! В 9 утра! Весь оркестр уже здесь. Все музыканты здесь. Все музыканты здесь. Боже! Первая репетиция была с 9 до 12 с оркестром. И потом хор подъехал. И это потом еще до трех, до полчетвертого. Я был восхищен. Я смотрел в глаза. Я подошел к этому... К дирижеру. Я говорю, какой ты молодец. Он говорит, так при чем тут я? Такая музыка красивая. Такая музыка богатая. На богатой музыке ты бедным не будешь. Я говорю, ну как-то вот получается так, что... Мы разные. Не похожи друг на друга. Но мы все нужны по заре друг к другу. Поэтому давайте беречь друг друга. Как знать, а может завтра пригодится кто-нибудь. Не только в творческом плане. А просто как по-человечески. Поэтому давайте любить друг друга. Давайте ценить друг друга. Потому что Бог благ. Мы с вами по средам молимся. Господь в трех направлениях. Пожалуйста, чтобы все структуры и музыкальные, и технические, и вокальные, и сценографические. Там столько всего, чтобы все эти структуры они могли органически соединиться. Понимаете, человеческий фактор никто не отменял. Просто вот гордыня сработает. У какого-нибудь солиста скажет, а мне это не нравится. Аранжировка. Меняйте. Я видал это. Сколько проектов рушилось, что между собой участники не договорились. Человеческий фактор. Он был, есть и остается. И я смотрел с разных сторон. Думал, Боже, пусть Твой мир прибывает над этой творческой площадкой, чтобы было все любезно, чтобы все было уютно, чтобы все было гармонично. Я выражаю благодарность, кто там даже в фойе накрывал, чтобы повеселее было во время перерыва музыкантам. И смотря в глаза каждому человеку и руководителям и участникам, вы знаете, в сердце наполнялось такой благодарности Господу. Спасибо тебе, Господи. Потому что столько разных людей, столько разных структур, по-человечески это невозможно, но Бог все это устраивает. Когда мы будем сейчас смотреть эти некоторые фрагменты вчерашней репетиции, я хочу просто, чтобы мы с вами поняли, что мы не зря постимся и не зря мы молимся. Это как ответ. Ты просто сможешь. Мы же молились. Боже, пусть эти структуры соединятся. Пусть это будет сотрудничество, не тягостное, чтобы не получилось, что музыкант сидят, фигню какую-то играть надо, но если заплатят, сыграем хоть мурку. А когда я спрашивал, отзывается вам внутри вот эта музыка или нет, так это, говорит, наш. Здесь Машин муж был. Говорит, это у вас Ханс Зиммер? Вы, говорит, Ханс Зиммер играете? Нет, Ханс Зиммер нас играет. Люди, каждый будет слышать то, что он слышит, это такой богатейший материал. Поэтому, уважаемые друзья, в первую очередь мы посмотрим сейчас три фрагмента. В первую очередь это Мария. Огромное спасибо. Давайте подарим аплодисменты. Великолепное исполнение. Я вижу, как она шлифует свой дар, что поднимается. И когда мне говорят, ну, потому что твоя доченька. Если бы моя доченька фальшивила и тупила, ее бы здесь не было. Для меня вопрос перфекционизма и профессионализма на первом месте. Поэтому я выражаю огромную благодарность. Мария, молодец. Давайте посмотрим теперь, как это выглядело. Вчера. Пожалуйста. Лудзу. Господь услышал, как ты живешь, ты живешь. И послужил, ты живешь. Я презираю все твои табу. Откуда знать тебе мою судьбу Господь услышал, каждую мольбу И послужил твои прогнозы поменяю, ты живешь. И я погоняюсь, ты вз bistья, ты живешь и fr opposedes, ты живешь. Откуда, ты mimгу. Я преб steal. ТыKI chuто. И ты тряп', тебе я пользуюсь. Уître, ты. Ты ждёшь моей смерти, Когда же я останусь там. Ты ждёшь, что я выброшу белый флаг, Предательский флаг. Ты ждёшь, я споткнусь, Я сорвусь, я продамся. Как бы не так, как бы не так, Как бы не так. Как бы не так, как бы не так. Ты ждёшь, я споткнусь, Я буду готова, К его оттечке прикосну. И буду я готова. И буду я готова. И буду я готова. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И теперь второй фрагмент Фрагмент это Виталик Который является рассказчиком Ну как бы он от третьего лица Рассказывает, что происходит на сцене Давайте уберем, а? Это немножко мешает Я уже догадался, да? В зал смотрю, а он мешает мне на зал смотреть Так, поехали, Виталик Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот это вторая Второй фрагментик И маленькая зарисовочка еще Это ария Иисуса Христа Вашему вниманию Валтер, пожалуйста Внимание на экран ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну все, не будем Искушать Я скажу, что В сетях И на Фейсбуке И в Инстаграм Я благодарю Бога сейчас У нас работает Очень хорошая команда И по сетям распространяется И оптом И в розницу Очень хорошего качества Вот реклама И вот такие небольшие фрагменты Этого проекта Зайдя туда Вы сможете это все увидеть Просто я хотел вам Передать свое настроение Потому что в течение Этой пятичасовой Репетиции Совместно И с оркестром И с хором Я просто вижу Как Бог все это соединяет Когда без такого плохого качества А в хорошем качестве Причем живьем Мы будем это видеть Слышать Я представляю Какое это будет великое торжество С кем бы я С какими-то музыкантами не говорил Они говорят В Латвии такого никто не делает Концерт это одно Просто солист поет Весь концерт один Свои песни Неплохо Или когда Ну вот Мы поем На новой волне Или когда Вот Там в Юрмале Лайма Приглашает Вот этих разных солистов Это другой формат Я не перечеркиваю ничего Я говорю что это Бродвей Это Во-первых сценарий И это не кино Это не концерт Это не спектакль А это все Это коллаборация И комбинация разных жанров Как мы уже говорили 60 или 70 процентов От снятого материала Будет происходить на экранах Двухъярусная сцена В Накипсе И на первом На первом Ярусе Будет Одни исполнители На другом Ярусе Будут другие Одновременно Это не в полном составе Симфонический оркестр Еще где-то Целая треть Духовых Друг Ну и разных Больших Инструментов Еще добавится И хор этот Тоже не совсем В полном объеме И когда я говорю С профессионалами Ну никто Такого не заряжает Никто такого Не делает Бог нас просто Ведет От веры веру От силы в силу И от славы в славу Ни грамма не сомневаюсь Что там В Кипсале Будет битком Забитый зал Вы даже не представляете Как люди реагируют Как люди реагируют Мы были В пятницу В пятницу У нас такой Выкенд Творческий Нас пригласили Представители Казахского посольства Посольства Казахстана Она Праздник Посвященный Независимости Казахстана И там Из Алматы Там где я родился Там приехала Целая такая Творческая команда Так прямо Повеяла Это Ностальгия Казахстан И самое интересное Что Сюда К нам на служение Приходили Из посольства И нас пригласили туда Мы тоже пришли туда Был интересный концерт Но самое главное Мы познакомились С послом Казахстана В Латвии Мы познакомились Я рассказал О своей судьбе Я говорю Ну вот как-то Не въездной Столько времени Он говорит Давайте Попробуем Решим Этот вопрос Потому что Все в наших руках Никакого Официоза Никакого Там знаете Не приходите Не подходите Настолько По-дружески Настолько По-джентльменски Он мне дает Свою Визиточку Я говорю Ну давайте Не будем Должными Ни в чем Сегодня я пришел К вам На вашу программу А вот И вручаю ему Приглашение На Кипсалу А 22 Ноября У нас будет Тоже концерт Ну чуть-чуть В другом формате Но я думаю Вам это понравится С удовольствием И вот мы уже Написали Официальное приглашение И посол Казахстана В Латвии Он тоже Пообещал Прибыть На Эту Премьеру Нашего проекта Ну я намекнул Поздравить Та земляка Тоже Ну почему нет Я просто Смотрю Друзья Что творится И как мы уже Говорили Что это сезон Когда мы Камни собираем Кого только Господь не собирает Вместе Я думаю Это будет что-то Уникальное Я думаю Что это будет И в политических Кругах Резонанс Это будет Резонанс Огромный И в творческих Кругах В кругах Шоу-биза И я думаю И в церковных Кругах Потому что Как я уже говорил На 22-е Туда в Кипсулу Приглашены Церкви И многие Из них Уже пообещали Прибыть туда В полном составе Поэтому Друзья Бог слышит Наши молитвы Когда мы Постимся И молимся И говорим Бог Во-первых Пусть все это Будет Организовано Органически Взаимодействовано Чтобы Тритысячный Зал Трехтысячный Зал Наполнился И конечно По деньгам Люди Реагируют Есть те Которые Жертвуют Есть те Которые Соглашаются Одолжить Ну уже Ну как бы Чувствуется Что это сам Бог делает Я сегодня Просто свидетельствую Вам Уважаемые друзья Что Он нас не оставит Он судьбами Правит Он Бог Всемогущий Господь Во славе Грядущий Он отвечает То что мы с вами Видели То что вы В сетях Можете увидеть Просто вы можете Убедиться Что Бог Нас не посрамит Ни в первом Не во второй Сфере И тем более Не по финансу Давайте возьмем Сейчас Свои Пожертвования Потому что Мы выходим На финишную Прямую И нам Сейчас Как раз Ну вот Расходы Требуют От нас Большого Напряжения Поэтому Все наши Обещания Или все Благодарные Жертвы Если Бог Полагает На сердце Лег Сирд Какую-то Специальную Лепту Принести Я был бы Очень рад И мы Были бы Очень Благодарны Самое интересное Когда я Солидным Людям Авторитетным Людям Рассказываю Об этом Сразу Возникает Вопрос Сколько Билет Стоит Когда я Говорю Что Билетов Нет В сознании Людей Какой-то Странный Что А как Пытаешься Сказать Это подарок Для нашего Народа Это подарок Для наших Церквей Для нашего Сообщества А в конце Когда Это Ты Переживешь Когда Ты Ощутишь Энергетику Или Помазание Этого Проекта Но мы Предложим Если Есть Желание Пожертвовать Я думаю Это Будет Классно Вы знаете Люди Вот С кем Бо Я не Говорил Разного Разного Уровня Я Ни Разу Не Встретил Какого-то Игнора Или Категорического Нет Люди Проявляют Огроменный Интерес Поэтому Давайте Возьмем Сейчас Свои Приношения И Давайте Помолимся Поднимите Пожалуйста Скажи Отец Небесный Благодарю Тебя За то Что Ты Наш Господь Я Благодарю Тебя Что Ты Слышишь Наши Молитвы Я Благодарю Тебя Что Ты Отвечаешь На Наши Молитвы Я Благодарю Тебя Что До Финишной Прямой Ты Нас Довел Я Благодарю Тебя За Всех Участников За Всех Работников За Всех Исполнителей Которые Являются Частью Этого Великого Проекта Я Прошу Благослови Ты Ты Не Посромишь Нас Ты Откроешь Окна Небесные Ты Откроешь И Источники Нижние И Источники Верхние Я Прошу Тебя Пусть Рука Дающего Никогда Не Оскудей Благослови Господь И Воздай В тысячу Крат Тем Кто Участвует Кто Вкладывает И Я Прошу Во Имя Иисуса Христа Пусть Не Будет Никого Нуждающихся Пусть Все Финансовые Расходы Будут Покрыты Яви Свою Благодать Мы Просим Тебя Об Это Во Имя Иисуса Христа Амин Пожалуйста Пустите Сокровищницу По Залу И Мы Будем Рассуждать На Эту Тему Кто Может Разными Кто Может Разными Способами Пожертвовать Видите Сейчас На своих Экранах Все Возможности Как Это Можно Сделать Можете Через Перечисление Можете Ну Зайти На наш Сайт И там Все Описано Как Это Можно Сделать Даже Это Можно И Криптовалютой Сделать И Все Для Ваших Чтобы Вам Терминал Он У нас Тоже Есть При Выходе На Вахте Можете Подойти И Это Все Сделать Так Что Только Остается Желание Я думаю Там В Кипселе Терминалов Надо Сделать Побольше Чем Здесь На Вахте Терминал Я Устаюсь В Айрак Да Я думаю Где Мы Были Совсем Недавно А В Литве В Литве Вперед Выходят Не только Ведра А Выходят Терминалы Поэтому Уважаемые Друзья Будем Догонять Технологии Бог Благ И Бог Милосерд Кроме Этого Конечно Мы будем Молиться Также О тех Богослужениях Которые У нас Будут В субботу Как Мы Уже Говорили Три Служения И Воскресенье Буквально Через Несколько Дней Произойдет Мне кажется Самое Глобальное Событие В мире Это Выборы В Соединенных Штатах Конечно Там Пахнет Керосином Потому Что Никто Не Собираются Уступать И То Что Там Происходит Оно Будет Обязательно Влиять На То Что Будет Происходить Здесь Поэтому Уважаемые Друзья Как Всегда Эта Фраза Актуальнее Всего Актуального Мы С Тобою На Пороге Грандиозных Роковых Перемен Так Так Решила Неба Амэн 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 Все Будет Так Как Ты Сказал И Мы Получим Все Что Ты Нам Обещал И Хочу Объяснить Такую Вещь Когда Накручивают 18 Ноября Россия Поздравит Латвию С Днем Независимости Уважаемые Друзья Могут Что Угодно Люди Обещать Мозги Полоскать И Пудрить Мозги Запомните Блажен Народ У которого Господь Есть Бог И Если Народ Паклоняется Живому Богу Если Народ Праславляет Бога И Называет Его Царем Всех Царей И Господом Всех Господствующих Если Бог За нас Кто Против Нас Кто Против Нас Уважаемые Друзья Когда В Украине Накануне Войны Начали Эвакуировать Посольство Там Люди Не Верили Даже В Эти Условиях И Говорят Да Это Ерунда Так Нет Не Ерунда Если Уж По Данным Разведов Управлений Понимают Что Наступают Такие Времена В Первую Очередь Америка Побеспокоится О Своем Посольстве И Другие Страны На сегодняшний день У нас В Латвии Все спокойно С нашими Послами И Дай Бог Чтобы Не Благослов Послы Пусть Будут Поэтому Друзья Я не Говорю О том Что Мы Должны Не Обращать Внимание Смотря Что Происходит Мы Должны Включать Духовные Антенны И Спрашивать Нашего Драгоценного Господа Господь Что Ты Скажешь На Башню Свою Взошел Я И На Стражу Встал Я Чтобы Услышать Что Скажет Бог Я Уверен Абсолютно Что Бог Никому Не Позволит Омрачить Торжество Этого Великого И Грядущего Праздника Приедет Американская Команда На Конференцию Вот Они Нам И Расскажут Из Первых Уст Что Там Творится И Куда Америка Катится Поэтому Я Абсолютно Убежден На этом Уравне У нас Есть Очень Важное И Фундаментальное Откровение Которое Которое Называется Местами Будет Мировая Война Никакой Мировой Войны Не Бог Этого Никогда Не Допустит Потому Что Даже В Евангелии Написано Местами Местами Будет Войны Местами Будет Мир Местами Будет Голод Местами Будет Изобилие Местами Будет Наводнение Будет Как Вот Сейчас В Валенсии Там Где Наша Церковь Даже Есть Да Да А Местами Вчера Дула А Сегодня Как Спокойнее Продула Я Абсолютно Убежден Почему Местами Местами Есть Церкви Местами Нет Местами Есть Церкви Как Соль Без Силы А Местами Есть Церковь Которую Врата Ада Не Одоле Мы Не Отвечаем За Весь Мир Но Мы Отвечаем За То Места Под Солнцем Которое Нам Определил Господь Поэтому Мы Смело Можем Назвать Себя Праведными Патриотами Не Нациками Мы Праведные Патриоты Потому Что Реальная Праведность Она Патриотична Бог Говорит Искал Я Человека Который Был бы Встал В Проломе За Землю Сию Чтобы Я Не Погубил Он И Не Нашлось Ни Одного Благодарю Бога Что Он Слышит Каждую Молитву Когда Мы Поем Восстань Господь И Рассеются Враги Твои Это Не Болтовня И Не Пустословие Это Ходатайство За Нашу Землю И Бог Не Посрамит Нас И Бог Сделает Латвию Цитаделью Христианской Культуры И Духовного Возрождения В Европейском Пространстве Дай Бог Чтобы Эти Стражины Стенок Вокруг Латвии Они Продолжали Провозглашать И Не Умолкать Перед Господом Что Он Грядет И Слава Его Будет Великой И Могущественной Давайте Прострем Руки Tagad Istiepsim Rokas Un Palūgsim Slavu Un gods Tev Mēs Pateicamies Jezus Kristus Vārdā Par katru Šo Pienesam Par katru Šo Desmito Tiesu Par katru Sēklu Kas tiek Sēta Tavā Namā Es Tev Pateicos Kungs Kungs Kā Tu liet šai Sēklai Izaug Neizskatot Es to Vai Zeme Ir Auglīga Vai Nē Kungs Tu esi Valdnieks Par ekonomiku Un par visām lietām Un es Tev Pateicos Kungs Kā Devēja roka Tā nekad Nepaliks Tukša Kungs Kā Tava svētība Un atvērtas Debeses būs Par ikvienu Džēģis Kristus vārdā Mēs Tev Pateicamies Tavs Kā Tu atbildu Šim Vajadzībām Pēc Tevs Pilnās Godības Un Bagātības Kristu Jēzu Un Tavā Namā Tavā Tautā Nav Un ir viena Kam kā trūktu Un ko vajadzētu Jo Tu apklāji mums Ar savu labvēlību Visu godu Un slavu Mēs atdodam Tikai Tev Jēzus Kristus vārdā Amen 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 Amen